Добрый вечер! В эфире программа «На чистоту» и сегодня мы говорим о Зачиганском поселковом округе. И у нас в гостях сегодня в студии Адильбек Жанамекович Кадыров, Аким Зачиганского поселкового округа. Здравствуйте! Добрый вечер! Я напомню о том, что мы в прямом эфире, телефон прямого эфира 269077. И первый вопрос к вам такой. Давайте напомним телезрителям, что собой представляет Зачиганский поселковый округ и чем он все-таки отличается от других округов. Ну, Зачиганский сельский округ в данный момент представляет из себя следующее, если так очень коротко. Расположен на территории 9200 гектар и население составляет 50 тысяч человек. Вот если ответить на ваш вопрос, в чем его особенность, я бы ответил на него так. Большое количество населения, но если привести в пример, в прошлом году на эту дату было 46 тысяч людей проживало в Зачиганском сельском округе. То есть за год количество людей выросло на 4 тысячи. Если взять еще глубже, 10 лет назад количество жителей Зачиганского составляло 17 тысяч. То есть за эти 10 лет он вырос в три раза. То есть его отличает динамика роста. Я думаю, что не каждый город, мало найдется таких городов в Казахстане, которые с такой динамикой роста обладают. И за столь короткий промежуток времени. То есть его... Более того, если статистику взять по Казахстану, то мы в пятерке самых крупных сельских округов Республики Казахстан. И с учетом динамики роста, который продолжает также развиваться очень активно, то я думаю, что в ближайшее время мы, наверное, будем и в тройке, а может быть, и возглавим этот список. То есть он очень большой и динамично развивается. Интересно. А вот аппарат Акимобласти, который вы представляете, какие он оказывает в государственные услуги именно в Зачиганске? Государственные услуги мы оказываем всего лишь одну услугу. Это выдача справок о наличии личного пособного хозяйства. Данные госуслуга осуществляют согласно стандарту госуслуг. Если статистику привести, то в текущем году 600 заявителей к нам обратились по данной услуге. В прошлом году их было порядка 480. То есть и здесь динамика 24% рост. Ну, значит, жалоб, нареканий со стороны населения на предоставление данной услуги нет. То есть все представляет свое время, согласно стандарт. Вот такие услуги мы оказываем. Ну, услуга одна, но весьма важная, судя по динамике, что она пользуется большим спросом. А вот в целом санитарное состояние Зачиганск, оно каково? Санитарное состояние Зачиганск, учитывая, опять же, динамику, я всегда буду возвращаться к этому. И темпы роста такие активные, быстрые. Оно под пристальным контролем, соответственно. И Акимата города, и Акимата области. Ну, и, конечно, это наша непосредственная задача. В отношении санитарной очистки Зачиганск, значит, базовые такие моменты существуют. Я давайте остановлюсь. Первое. То, что осуществляется КСК. То есть территория, внутридомовая территория, прилегающая к кондоминиуму, а очистка ее, поддержание чистоты на этой территории, это производится силами КСК. Вопрос контролируется, вопрос всегда на контроле. Второй момент. С силами ТО ЖАИК Тазахала осуществляется очистка при дорожной территории. То есть очистка определенной территории, которая не входит в компетенцию КСК. Тоже работают у нас две бригады, количество людей порядка 30 человек. Тоже подконтрольно. ЖКХ контролирует, Акимат и мы. Эта работа также проводится. Но хотелось бы отметить третий аспект такой. Это проведение массовых мероприятий по санитарной очистке Зачиганска. В текущем году мы провели 12 субботников. Свыше 3,5 тысяч человек вышли на эти субботники. Если, опять же, анализировать по сравнению с прошлым годом, то в прошлом году их было 8. Но если брать качественные показатели, вот я хотел бы на это немножко остановиться. То есть эти 12 субботников, которые мы провели в текущем году, не только Акимат выступал инициатором этих субботников. У нас, и это радует, у нас есть люди с активной жизненной позицией в этом отношении. И они часто инициируют такие мероприятия. Мы всемирную поддержку им оказываем. И это очень радует, что инициатива отходит от жителей. В частности, могу привести пример, даже могу и человека назвать, допустим, Волкова Оксана, которая постоянно, допустим, с такой инициативой выходит к нам. И мы совместными усилиями, это общественники, жители, студенты, учителя, в основном это биологи, кто географией занимается, совместно, допустим, несколько раз защищали берега реки Чиган в районе Ревунка. И у нас очень много планов на предстоящий год именно в этом плане. Как сработать именно с общественностью в плане соблюдения чистоты и порядка на территории Зачиганского. Вот эти три составляющие, они основные. Ну и, конечно же, идет полное взаимодействие населения, акемата, всех органов по санитарному состоянию Зачиганского, улучшения. Тем более, судя по анализу, никаких нареканий нет. Отзывы только положительные. Но есть еще такой, знаете, важный вопрос, как вопрос программы модернизации. Вот многие до сих пор не понимают, к сожалению, что она собой представляет, насколько она важна. А как проводится модернизация, вот на примере Зачиганского поселкового округа? Давайте расскажем. Спасибо за вопрос. Это очень важный и актуальный вопрос. Почему? Потому что государство предоставляет гражданам и жителям многоквартирных, многоэтажных домов уникальную возможность отремонтировать свое личное имущество, которое находится в составе кондоминиума. И в текущем году по этой программе мы отремонтировали три дома. Точнее, отдел жилищно-коммунального хозяйства города Уральска в лице ТУ Жондео Сервис провели все работы по финансированию данных проектов. Почему я говорю об этом? Потому что сам вопрос выхода уже на финишную черту в вопросе модернизации, он очень сложный. Нужно очень много времени. Алгоритм действий по этому вопросу, там, допустим, нужно две трети, чтобы жильцы были согласны. Протоколы, чтобы был создан кондоминиум, чтобы был сделан проект, чтобы этот проект прошел экспертизу государственную, коль выделяются государственные средства. И в этом году у нас стояло три по плану проекта, и они были успешно реализованы. Успешно реализованы. А что касается, нет нареканий со стороны жителей и так далее, и так далее. Естественно, мы не хотим останавливаться на этом, и это нормально. На следующий год мы планируем порядка четырех домов. Они уже, два дома уже изготовлены по СД, и они уже на финише. То есть после прохождения экспертизы они уже будут, можно будет финансировать эти проекты. Два дома на стадии разработки проекта смертной документации, который тоже завершится, и завершится экспертиза. И сейчас два дома на стадии создания кондоминиума, организации создания еще двух проектов. Помимо этого, хотелось бы сказать, отметить работу КСК, активно работаем. Что такое модернизация? Это сразу же отпадает множество проблем жителей. Множество. Почему? Потому что она комплексная программа. Она предусматривает, вот мы в основном кровлю ремонтируем, но она может подразумевать и замену сетей, и благоустройство территории, и так далее прилегающей. И сделав, проведя эту модернизацию, причем хотелось бы отметить, что она идет под контролем жильцов этого дома. Более того, выбор подрядчика также осуществляется жильцами этого дома. Понимаете? То есть все идет демократично, прозрачно, максимально. И проведя эту модернизацию, естественно, дом сразу начинает лучше получать тепло. Сети начинают работать, канализация не забивается. А очень важный аспект в программе модернизации – это теплоэнергосбережение. То есть он и начинался так. Мысль была задумкой именно с этого, он стартовал в начале. Он уже давно работает, уже много лет. И вот это очень тоже важный вопрос. Почему? Потому что если у нас в подъездах будет тепло, подъезды мы закрыты, если мы будем экономить тепло, естественно, горожане будут меньше платить за тепло и так далее. Очень мощный, очень такой хороший проект. И работа в этом направлении ведется с максимальной загрузкой. И работники Акимата, и ЖКХ города Уральска, естественно, и работники ЖНДЕО сервиса – все мы вынесем, двигаемся и активно ведем разъяснительную работу. Есть результаты, будем продолжать эту работу дальше. То есть это нужно, важно и выгодно прежде всего самим жителям, населению, программ модернизации, обустройство. А вот, кстати, как проходит обустройство дворовых территорий? Если мы сейчас говорили о домах, то дворовые территории, насколько они обустроены, что делается в этом направлении вообще? Ну, вообще, если говорить о Зачиганске, в плане многоэтажной застройки, мы делим, ну, оно делится на две части. 80 домов мы имеем на территории округа, 28 домов – это новое строительство вдоль Саратовской трассы, и 52 дома, которые мы имеем, это еще советские застройки. Естественно, программа благоустройства дворов, она уже не первый год работает. На данный момент мы имеем 40% отремонтированных дворов в старой части города. Если касаться текущего года, то в этом году мы реализовали проект по благоустройству двора, дворовой территории на сумму 30 миллионов по адресу Женгирхана, 17. Причем хотелось бы отметить, что за счет КСН, то есть за счет средств местного сообщества, это было признано. Работы были проведены, двор был принят, все в сроки, технологические и так далее, и так далее. Все это было соблюдено. На следующий год мы также сейчас разрабатываем ПСД, проект смертную документацию на благоустройство двора по адресу 25 ЧПСК, дивизия, дом 3. И по линии ЖКХ также имеются уже готовые ПСД, прошедшие экспертизу. Я думаю, что в следующем году при наличии финансовых возможностей средств эти проекты будут реализованы. Хотелось бы отметить тот факт, что идет поступательное движение, то есть не в разброс, а идет вот этот двор, этот двор, этот двор, этот двор. Чтобы это как-то смотрелось компактно и плавно перетекало. То есть идет планомерная работа. Ну вот такой важный тоже и в то же время тревожный вопрос, как отлов бродячих животных, кошек, собак. Он тоже очень важен. И насколько это связано с модернизацией, потому что одно, как выясняется, вытекает из другого. И это все взаимосвязано ведь на самом деле. Ну мы совершенно правы, что это все взаимосвязано. Что касается отлова бродячих животных, в частности собак и кошек. Мы также двигаемся тоже с ветеринарной службой города, отдаем заявки. Они приезжают, делают свою работу. Мы эту работу как бы актируем, смотрим. Наш специалист выезжает с ними. Хотелось бы отметить их хорошую работу. В этом году мы порядка на 10-12% они отловили большее количество, то есть увеличение по собакам. Но мне хотелось бы одну цифру привести. Вот по кошкам. Вы правильно задаете этот вопрос? То есть на 30% произошло увеличение отлова кошек. И это связано именно с теми процессами, которые происходят при реализации программ модернизации. То есть когда уже идет ремонт дома, оказывается местом обитания этих животных подвалы. И коль... Кстати, в прошлом году был один дом модернизирован, в этом году в текущем три дома. И естественно, когда строители спускаются в подвалы и так далее, и так далее, и так далее, очищаем эти подвалы. Это является местом обитания этих животных. И делаем заявку, приезжают соответствующие специалисты отлавливать эти животные. Но рост связан с этим. Вот такая... То есть они являются помехой, да? Да. Программа модернизации. А вообще, сколько КСК в целом в Зачиганске, как они работают, управляющие компании, как они справляются с своей работой? Ну, в Зачиганске четыре КСК, четыре управляющие компании. Распределились они тоже, как бы... КСК давно уже существует. И вот когда в старой части города они обслуживают наши многоэтажные дома, а уже управляющие компании, они... Так получилось, и они обслуживают уже новые, новую застройку. Хотелось бы сказать, что в связи с тем, что от работы КСК очень многое зависит. И вот эти процессы модернизации, и проведения сходов, и процессы подачи там тепловой, электрической энергии в пределах их компетенции. И именно они непосредственно работают с жителями нашими. Конечно, огромное значение уделяется совместной работе нашей, нашим контактным вещам таким. Хотелось бы сказать, что мы еженедельно собираемся в понедельник, обсуждаем актуальные вопросы, разрабатываем какие-то совместные планы. И в последнее время, вот в рамках электронного КСК создания тоже, это очень активная работа сейчас началась, в последнее время мы очень активно работаем, сейчас наши все КСК обеспечены интернетом, то есть они все обеспечены оргтехникой, то есть уже они работают в этом направлении. Сейчас хорошая вот эта площадка, интернет-площадка, организованная городским актематом у нас, потому что наши КСК мы все в составе города, где каждый житель может, зайдя в интернет, почерпнуть всю информацию про КСК, задать любой вопрос, поднять любую проблему, которая его волнует. Это первое. Для системы контроля, для мониторинга вообще работы КСК, я думаю, в будущем это будет отличная вот эта площадка. Помимо этого, в последнее время, ну и буквально за последние три месяца, допустим, хотелось бы мне просто на этом факте ацентировать внимание, это установка видеокамер. То есть это тоже веление времени, это необходимое и для безопасности имущества жильцов, и для сохранения порядка во дворе и так далее, и так далее. Это, оказывается, огромное значение имеет. Видеонаблюдение и так далее, и так далее. Совместно с городом работаем мы. Сейчас, буквально за последние три месяца, установлено порядка ста камер. Этот вопрос тоже мы продолжаем. И я думаю, что тоже будут какие-то результаты в этом направлении. Управляющие компании также, потому что управляющие компании сейчас, вот мы в совместной работе тоже сейчас наметили, какие планы по именно вот в зимний период, очистка от снега, от наледи и так далее, организация тех же субботников, чтобы жители. То есть в этом направлении сейчас активизировались мы, естественно. Ну и, соответственно, непосредственно это подача тепловой энергии, подача воды, света. То, что в рамках компетенции КСК, это должно осуществляться на постоянной основе и контролироваться. То есть на территории Зачиганской работает и КСК, и управляющие компании, и они полностью не то что не мешают друг другу, а вместе сообщаясь с Экиматом, потому что в Зачиганске все работают и выполняют ежедневные задачи, в том числе и жилищные, и бытовые, по благоустройству. Ну, конечно же, цифровой Казахстан, о чем говорил наш президент, да, электронные, КСК, это все замечательно, но выходя на улицу, разумеется, мы попадаем в среду. И не зря наш город назвали самым зеленым. А как вот озеленение ведется именно в Зачиганске? Как оно проводилось в этом году? Ну, вопрос озеленения также является важным. Опять же, повторюсь, что это очень динамичная, большая застройка, динамично развивающая сельский округ. Естественно, это все в чистом поле. Он должен благоустраиваться и озеленяться. На протяжении последних лет постоянно эта системная работа ведется. В этом году мы высадили порядка 2400 саженцев. Высадили мы, я говорю, но это высадило отдел жилищно-коммунального хозяйства. По линии озеленения провели огромную работу. Порядка тысячи саженцев высадили. Но мне хотелось бы отметить, что высадки этих деревьев в этом году очень огромную, как бы, большую роль или там, как бы, большое участие приняли КСК наши. Это первое. То, что они очень много посадили на своей территории в этом году. Второе. Были посажены такие породы деревьев, которые, ну, береза, каштан, ива. Вот такого плана. Помимо того, что вязь мельколесный, вот карагач, тополь. Такие, как бы, дорогие сорта деревьев. Конечно, на нас это накладывает дополнительную ответственность в следующем году. И на КСК, потому что это должно вырасти все. Правильно. Если в прошлом году было посажено порядка 800 саженцев, то в три раза увеличение количества деревьев, естественно, получено за будет увеличение и расходов, и нужно поливать, и уход за ними нужен. В этом году эта работа тоже проводилась. Порядка около двух тысяч кубометров воды только ушло на полив. Понимаете? Но еще раз хочу сказать, что именно в этой работе, это очень положительный момент, что принимают участие сами жители. Сами жители. Если мы говорим, мы же берем еще и сюда включили посадку сирени, допустим, которые дачники привозили себе во дворы и так далее, и так далее. То есть это тоже является очень хорошим показателем. Ну и, конечно же, вот у нас осталось буквально две минуты, и нельзя не затронуть такой важный вопрос, как жилищный. Насколько планируется эксплуатация, много квартирных домов, много ли их будет введено, что планируется в будущем году касательно жилья и много квартирных домов? Давайте расскажем. Ну, я просто хочу сказать, что в этом году мы по плану Акимата города, по застройке, семь домов многоэтажных. Это больше тысячи жителей. То есть я о чем говорю, что в ближайшей перспективе мы можем как бы эту динамику еще увеличить. Более того, на следующий год также в планах отдела строительства областного департамента отдела строительства также планируется продолжение строительства вдоль Саратовской трассы. То есть сельский округ будет расти в этом направлении. То есть какой вот самый важный вывод мы сегодня можем сделать из нашей беседы, что развитие Зачиганского поселкового округа, оно идет планомерным, плавным ходом. Это и дороги имеется в виду, да, и много квартирных домов, модернизация. И что самое важное, вот действенное, вот запланированное на будущий год, что ждать жителям Зачиганского? Мне хотелось бы еще по дорогам буквально два слова добавить. Почему? Потому что в этом году больше 9,5 километров дорог построены в Зачиганске. Буквально кратко. Это Жангирхана. Это въездные ворота города Сатрау. 4,5 километра дорог построены. Построены Азербайджанские, километр 800, четвертолинейный километр. Твертауская в виде среднего ремонта тоже километр. Автомобилистов километров. Это огромные цифры и огромная работа. За счет средств бюджета области города, вот все это построено, реализовано. Хотелось бы сказать, что все эти дороги построены с тротуарами. Тоже с Жангирхана, допустим, 2000 метров тротуара. Сейчас ими активно пользуют студенты и так далее, и так далее. Помимо этого, завязав вот этот узел Азербайджанская, тоже все жители прекрасно знают, в каком состоянии это было. И какая-то сложная улица в плане строительства дороги. Там прошел капитальный ремонт. Стали тротуары. Это соединяет Жангирхана с энтузиастами, допустим. Это разгружает транспортный поток. И это мы сейчас очевидно видим, что он разгружается. И ЖКХ города Уральска также сейчас разработала ПСД по ремонту дорог. По Зачиганску мы, если все, если будут средства, если они будут выделены, если пройдут процедуры госзакупа, то мы тоже планируем, что у нас увеличится порядка 15-17 километров дорог. Мы имеем в Зачиганске порядок больше со 20 километров дорог. То есть сейчас асфальтовые дороги занимают порядка 30%. И особенно это очень актуально. Акимат города приоритетно поставил вот эти даже проекты по Саратау. Там, где сейчас строится новая школа на 900 мест. Там дорога. Микровен Балауса. Также вот эти вещи. Проблема дорог активно сейчас решается. И надеюсь, что в будущем году при наличии средств и всех условий еще мы дальше в этом вопросе продвинемся. Действительно, кстати, положительный момент. Это дороги Зачиганские. Вот сами жители, они видели, правда, им недолго приходилось ездить в объезд, но зато результат какой. Но все помним действительно, как вы правильно сказали, какими были дороги и какие стали. Вопрос дорог – это очень важен. Тем более, что расположение Зачиганского поселкового округа, оно все-таки требует действительно уже насущный вопрос, вопрос дорог. Ну, вы знаете, параллельно этому, когда вот мы, допустим, вот Джангирхан, основная магистраль Зачиганская, тогда, допустим, сразу же вырисовывается, в этом году реализованы, за счет местного самоуправления, за счет денег, которые поступили на насчет, тротуары. Допустим, сразу же с выводом на Джангирхана вывели тротуар. То есть сразу же вывели тротуар со стороны медколледжа. То есть человек сразу получил доступ к остановочным павильонам, к магазинам, школам и так далее, и так далее. То есть сразу начинается вот это развитие. Я хотел бы сказать, что в этом году только за счет местного самоуправления, за счет средств мы построили порядка 1800 метров тротуаров, которые нужны, которыми сейчас пользуются люди. И я хотел бы тоже по дорогам, конечно, особенно улица Азербайджанская, столько очень много людей благодарят Акимат города, Акимат области за эту. Да, к нам тоже не раз звонили телезрители, которые просили, вот как раз зная о том, что вы будете участвовать, просили передать благодарность именно касательно Джангирхана, вот той же Азербайджанской, которая тоже преображается все-таки. Пусть не сразу, не за одно мгновение, но все-таки работа идет, действительно кипит. И с местным самоуправлением тоже, о котором вы говорили, оно как раз-таки и способствует развитию всего этого. Спасибо за то, что вы рассказали так подробно обстоятельно о работе за Чиганского поселкового округа жителей, о том, что делается. И действительно, я желаю вам того, чтобы в новом году все планы были реализованы, и чтобы то, что было намечено, оно обязательно было поддержано населением. Ведь самое главное, это делается все в интересах жителей. Спасибо. Вам спасибо за приглашение, я также поздравляю вас с наступающим годом. Желаю вам удачи, здоровья, вам и вашему каналу. Я напомню о том, что у нас в гостях был Адельбек Жанбекович Кадыров, Аким Зачиганского поселкового округа. Спасибо. Это была программа «На чистоту». Всего доброго. Аким Зачиганского поселкового округа.